Подъезды многоквартирного дома на библиотечной улице теперь выглядят как новые. Зайдя внутрь, даже не скажешь, что дому более 50 лет. Свежая краска на стенах и потолках, новые окна и почтовые ящики, аккуратно уложенная плитка. Я три года назад уехал отсюда, знаю, в каком состоянии было здесь. Разница существенная? Конечно. Тогда убралась какая-то организация, когда подрядилась, окна поменяла и все разбитое. Провода висели, в камень-каналку убирали, все. Конечно, разница есть большая. Прием работ осуществляется обязательно с участием жителей. Также участвует представитель администрации и госжилинспекции Московской области. Все недочеты должны быть обязательно устранены, чтобы качество ремонта соответствовало требованиям нормативных документов. Это здорово, потому что чаще всего в таких вот старых пятиэтажных домах живет население достаточно преклонного возраста, которое не в состоянии сами, может быть, где-то что-то поправить, подчинить своим подъездам. И видишь, что город откликается на твои просьбы и решает вопросы, проблемы, понимает, что город и власть и жители – это одно целое. Инициатива отремонтировать подъезды в этом доме принадлежит жителям. Их предложение появилось на сайте хиж.онлайн. Получила большой отклик от пользователей портала и в итоге было реализовано. В следующем году работы по ремонту подъезда в городском округе продолжатся. Также будет несколько видоизменен порядок взаимодействия с управляющими компаниями. Мы планируем вместе с управляющими компаниями, осуществляющими деятельность в городском округе Химки, то, что управляющие компании будут защищать и представлять гражданам свой инвестиционный план, в котором будут предусмотрены и другие работы по содержанию и улучшению характеристик квартирных домов. Это позволит жителям увидеть, на какие цели будут расходоваться их деньги. Такой подход позволит химчанам больше доверять своим управляющим компаниям, отметили представители администрации. Всего в городском округе планируется обновить более 400 подъездов.